Огнём для него слишком рискованно заявил, что не готов воевать, а лучше наложит на Иран новые экономические санкции. США наложат новые санкции на иранский режим. У нас большие, мощные, точные ракеты. Они являются точными и смертоносными. Мы работаем над созданием многочисленных гиперзвуковых ракет. Но тот факт, что у нас много нового мощного оружия, не означает, что мы будем его использовать. Мы не хотим использовать это оружие. После этого заявления мир выдохнул, и показалось, что самая острая фаза миновала. Но Трамп сказал так не потому, что пожалел Иран. Трамп пожалел прежде всего себя, ведь продолжение провокаций без реальных гарантий победы грозило лишить его шансов переизбраться на второй срок. Вот что оказалось решающим. О том, как мир замер на грани невозможного, наш сапкор в регионе Евгений Поддубный. Иран запускает баллистические ракеты по американским авиабазам. Как будто кино, но не кино вовсе. В годовщину начала Исламской революции на американских базах в Ираке звучат взрывы. Показалось, что как когда-то Сараевский, багдадский выстрел Трампа дал начало большой войне. Мы дали американцам пощечину прошлой ночью, но важно то, что присутствие США – это источник коррупции в регионе. Нужно положить этому конец. Большая война пока не случилась, но большая трагедия все же произошла. Иранские военные непреднамеренно, по ошибке, сбили гражданский самолет с пассажирами на борту. Рейс Тегеран-Киев международных авиалиний Украины был уничтожен ракетами иранского комплекса ПЗО. Лайнер рухнул в 15 километрах к северу от международного аэропорта Тегерана. Все 176 человек, что были на борту, погибли. Властям Ирана потребовалось совсем немного времени, чтобы взять на себя ответственность за катастрофу. Даже удивительно, если вспомнить аналогичные трагедии. США, Советский Союз, Украина по ошибке уничтожали гражданские самолеты. Мы просим прощения за эту трагедию. Мы скорбим вместе с семьями этих мучеников. Мы словно потеряли своих собственных, родных и любимых. Все это следствие враждебных и подрывных действий Америки. Той ночью мы готовились к полномасштабному военному конфликту. В небе летали военные самолеты, переброшенные недавно в регион. И вероятность появления в нашем воздушном пространстве истребителя или крылатой ракеты была крайне высока. Тегеран готов выплатить компенсации родственникам жертв катастрофы, большинства погибших граждан Исламской Республики. Передать материалы расследования и черные ящики самолета специалистам Боинга. Иранские власти признали вину полностью, но сделали оговорку, мол, это США дали старт эскалации, которая в конечном счете и привела к трагедии. И здесь сложно спорить. Американцы напали на Иран. Трамп отдал приказ убить генерала корпуса стражей Исламской Революции, когда тот находился в Багдаде, как официальное лицо по приглашению иракских властей и пользовался дипломатической неприкосновенностью. Президент США, по сути, объявил войну Исламской Республике. Генерал Сулеймани был не просто известным и популярным в народе военачальником. Он был не просто проводником идей Айаталы Хаминеи. Убитый генерал долгие годы – соавтор проекта влияния Ирана в регионе, архитектор консолидации шиитского мира. Кроме того, Сулеймани действительно один из самых заметных борцов с террористической группировкой ИГИЛ в Ираке и Сирии. Он был национальным героем, но стал знаменем антиамериканских сил в регионе. Прощались с генералом всем шиитским миром. Миллионы провожали Сулеймани в последний путь. Слушали дневную речь дочери генерала. Семьи американских солдат, находящихся в регионе, были свидетелями унижения Америки во время боевых действий на территории Ближнего Востока. Теперь вы будете проводить дни в ожидании смерти своих близких. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. С шиитской силой темною, с проклятую орудой. С мутьяна благородная идет война народная. С иранским падишахом война. Эй, вы, люд православный, чё вы не вместе с США? В Иране угнетают христиан. Чё молчите, а? Ещё не проснулись с новогодних попоек? Тогда эфир проведу я. Ваша совесть. Совесть у всех расшистов. Так, эфир идет. Ну и да, начинаем с того, с чего взбаламутили всех и вся. В США нанесли ракетный удар по Ирану. Ну, по Ираку. Убит иранский генерал Сулеймани. В ночь 2-3 января, пока в депрессивной России все были нетрезвые. И отмечали ещё один Новый год. Бесчёмные жизни. В этот самый момент американцы нанесли авиаудар. Вы видите его на своих экранах. По международному аэропорту Багдада, где проходила встреча иранского генерал-майора Сулеймани с иракским полевым командиром, парусским бандитом Мохандисом и Мохманди, который не принадлежит официальным властям Ирака. Хотя вы видели сейчас в репортаже телеканала «Россия-1», что официальные иракские власти пригласили генерала Сулеймани на встречу. Нет, он там в иракском аэропорту встречался с полевым, и это важно, с полевым командиром Мохманди, с которым они обговаривали атаку на американское посольство. И, кстати, генерал Сулеймани был причастен к атаке на посольство США в Бенгазе в 2012 году в Ливии. Из всего факта мы разъяснили для себя, а вы должны разъяснить для себя, что Трамп имел все полномочия ликвидировать иранского генерала. Он не невинная овечка. Он повинен в атаках на американское посольство. А тот, что он встречался с иранским бандитом, про это на «России-1» и «24» промолчат. Кроме того, с чего все началось-то, в ночь с 1 декабря на 1 января никто неизвестные люди, но с явным иранским акцентом, предприняли попытку штурма американского посольства в Ираке, в Багдаде. И генерал Сулеймани вместе с боевиком Мохандисом обговаривали вариант вооруженного штурма американского посольства. А первая попытка этого самого штурма была отбита. И как только Трампу ЦРУ положило на остальную папку о том, что к нападению на посольство был причастен иранский генерал Сулеймани, он начал действовать. Он отдал приказ убить этого генерала, который повязан и с террористами, с прямыми террористами, и с их расшистами, с россиянами. Именно генерал Сулеймани уговорил Путина начать военную операцию в Сирии, что обернулось гробами для пока 15 россиян, а в будущем для 15 тысяч россиян. Но мы сейчас это обсуждать не будем, военную операцию России в Сирии. Трамп, нанеся удар по Сулеймани, считая по Ирану, также учитывал, что с помощью Ирака Иран обходит западные санкции. А если бы взят штурмом американское посольство в Ираке, то власть в Ираке бы сменилась с либерально-демократической, которая ведет Ирак, процветания на диктаторскую, как в этой самой поганой России. Так что Трамп своими действиями фактически спас Ирак от коварства шиитов. Но Иран, конечно же, мы все понимаем, ответил США. Ничего лучше он не нашел, как тупо отомстить американцам за смерть своего генерала, доказывая всем, что Иран это сугубо террористическое государство, такое же, как и ИГИЛ. Иран нанес удары по двум военным базам США в Ираке. В ночь на 7 января, то есть на православное Рождество, обращаю ваше внимание, Иран нанес ракетные удары по военным базам США в Ираке. Всего по базам США было выпущено 22 ракеты. Две не взорвались, а еще три прилетели мимо, а таким образом 17 ракет вдарили по базам. К счастью, бравые американские военные вновь доказали свое мастерство и ловко увернулись от ударов Ирана по ним. Благо Иран палил по базам с советским оружием, оружием, которое давно уже только советским, но и российским, которое, ну, советское уже там уже все, отработало сроки годности, а российское оружие тупо ненадежное. Поэтому и никто не погиб на американских базах. А что же в этой ситуации делает сам Дональд Трамп? А любой другой лидер уже бы вдарил по Ирану и все бы разбомбил, как Израиль это сделал в 1981 году, и эта операция получила название «Опера». Нет, Трамп предпочел договариваться, Трамп отказался от военного конфликта с Ираном, как настоящий миротворец. А не как диктатор Путин, который засылает и засылает российские войска то, значит, в Сирию, то, значит, в Укаиду, то теперь и в Ливию. Вот. Трамп не хочет развязывать, начинать войны. Потому что войны начинать просто, гораздо сложнее их заканчивать. Трамп пригрозил новыми санкциями Ирану, но не войной, в то время, как в Иране уже назначили цену за голову президента Трампа и в чем-то еще объявили виновным в смерти Сулейбани Израиль, который тут и вовсе ни при чем, что позволяет назвать Иран абсолютно террористическим государством, таким же, как и Россия. Вообще, Иран похож на Россию. Об этом чуть позже. Но, благо, вот до войны дело не дошло. И это, конечно же, радует. Но не все, к сожалению, не все так просто отделались от Ирана американских разборок. Иран признал свою вину. Самолет украинских авиалиний был сбит ракетой, причем сразу двумя. Все-таки, помимо Сулейбани, от Ирана американских перестрелок пострадали еще люди. Иран непреднамеренно запил украинский самолет в окрестностях Тегерана 8 января на человеческую ошибку. Тегеран взял введут на себя за смерть 177 человек на борту лагера. Об этом власти Ирана публично и по телевизору заявили утром 11 января. Причем иранские власти публично и, что называется, во все уши признались, что иранские ПВО приняли пассажирский лагер за военный самолет США. Командиры ПВО Ирана будут за это строго доказны. Оказывается, что украинский самолет во время полета оказался в непосредственной близости от военного объекта Ирана. И поэтому иранские власти приняли украинский самолет за военный самолет США. Понятное дело, что теперь Иран будет выплачивать компенсации, Ирану грозит санкции, и еще международный суд вместе с Россией и Северной Кореей так называемой ось зла. Но вот долгое время все были убеждены, что Иран очень похож на Россию. Посмотрите, у них духовный лидер, у нас Путин. У них корпус стражи исламской революции, у нас Росгвардия, у них ограничивают интернет, и у нас ограничивают интернет. Мы под санкциями, и они под санкциями. Это все называется ось зла. Они угрожают Западу, и мы угрожаем Западу. Но в связи с признанием Ирана в гибели по ошибке 170 человек, Иран поступил, оказывается, честнее, более правильное, чем Россия, когда сбила Боинг в небе над Донбассом в 2014 году. И в отличие от Ирана, в этом Россия не признается, чтобы не платить компенсации. Да и, кстати, что за ПВО было-то у Ирана, правильно? Российское ПВО, Буки и Торы, которые теперь, как нам ясно, могут по ошибке из-за неправильного дефекта сбивать гражданские суда. Российский БУГ сбил МХ-17 и российский же БУГ сбил самолет авиакомпании Украины в небе над Тегераном. И это прекрасно понимает Путин. И он, чтобы все-таки вернуть веру в российское оружие международных заказчиков, он провел учения в Чемном море своих кораблей. Типа, ну вот, смотрите, вот российские войска готовы, вот они хорошо действуют. Но на самом деле российское оружие сбивает только лишь гражданские судна. Был, я вам напоминаю, эпизод в Сирии, когда американцы по приказу Трампа атаковали значит позиции этих самых осадитов, а российские корабли в это время откровенно говоря ушли, струсили обратно к себе в Чурное море. Вот так вот. Вот здесь та же самая ситуация. Путин провел учение из-за того, что российскому оружию в глазах Путина надо было как-то реабилитироваться после того, как российское оружие в иранских руках сбило очередной украинский Боинг. Бедная Украина два Боинга за 10 лет и все из-за действий Москвы и России. Да после этого закидать ракетами Крым и Донбасс надо. Но Зеленский миротворец. Что ж, понятное дело, что он не хочет гибели своих военнослужащих. Но из-за этого это можно уважать это решение, конечно же, и надо уважать, но из-за этого он получил гибель 170 человек. А дальше уже начинается рассуждение, что лучше, 170 тысяч погибших украинцев на Донбассе или 177 гражданских. И вы знаете, у меня нет ответа на этот вопрос. У меня это моральная дилемма каждого нормального лидера. И вот с этим Зеленскому предстоит думать. Ну и, конечно говоря, выражать, да я тоже, пожалуй, выражу соболезнования украинцам, которые погибли в злосчастном рейсе по вине вовсе не Ирана, а России, естественно, конечно же, безусловно, так как это была российская ракета. И там, может, даже Путин приказал иранскому лидеру Айталаху Хамине сбить украинский Боинг. За что? Возможно, Путин мстил за то, что новогоднее обращение Путина было самое непопулярное обращение из всех лидеров, а обращение Зеленского, наоборот, было самое популярное из лидеров. Возможно, он мстил за это. Вообще, Путин мстительный человек, это мы все с вами прекрасно понимаем. И, может быть, он отдал приказ сбить Боинг. Но, тем не менее, жалко, жалко, конечно же, украинцев, которые летели на этом рейсе. Переходим к российским новостям. Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников. Тут у нас, пока все пропагандисты были на каникулах, в центре Москвы, так еще где, около Лубянки произошла стрельба. Некто Евгений Манюров взял автомат, а это довольно часто бывает в России, когда люди берут автомат, и пошел ни с того ни с сего расстреливать главное здание ФСБ на Лубянке. Ну, не знал Женя, что ныне там музей, а мрази, которых надо было уничтожать, располагаются в соседнем здании, которое находится напротив знаменитого здания НКВД-ФСБ с часами. Весь центральный аппарат, вместо того, чтобы идти и доказывать, что ФСБшники могут профессионально сами, без чьей-либо помощи, обезвредить преступника, обосрался и вызвал самый обычный ОМОН, который и грохнул стрелка. А дальше скандал на скандале, и скандалом воняет. Во-первых, хранителям стрелка первыми явились вовсе не сотрудники следственного управления ФСБ, а журналисты с телеграм-канала БАЗа, которых прямо во время интервью успевшие все-таки на встречу с родителями преступника сотрудники ФСБ жестоко избили с криком «Хрен вам! Они работают журналистов!» То есть журналисты действовали более профессионально, чем «Федеральная служба безопасности!» Это что вообще позор? Причем центральный аппарат. Вот в нормальных странах журналисты, которые делают свою работу быстрее спецслужб, эти спецслужбы берут в оборот. А в российских реалиях таких журналистов избивают чекисты. Во-вторых, сначала сообщалось о двух убитых сотрудников ДПС на Убянке, а потом вдруг выяснилось, что это не сотрудники ДПС, а сотрудники опера-отдела ФСБ, дежурирующие около своего здания и попавшие под обстрел. Может быть, я чего-то там не понимаю, но разве здания ФСБ не должны охранять специально на то отдельную службу, которая называется ФСО? И какой вообще смысл стоять в переодетой форме гаишников, да, вот именно гаишников, а, например, непростых людей, которых не видно не слышно, перед своим зданием, ну, понятное дело, что они охраняют, скорее всего, парковки для каких-нибудь полковников и генералов ФСБ, но все-таки в этом абсолютно нет никакого смысла переневаться в сотрудников ДПС и дежурить где, не где-то там собирать информацию на окраинах города, а около своего здания, ну, за что, правда, конечно, и поплатились там. И еще скандал, связанный с этим инцидентом со стрельбой на Луган, на Лубянке, на Луганке, преступник, ежели он дошел с автомата до главного здания ФСБ, то это косяк ФСБ и гнать оперативных работников тут надо. Это же как так человек с оружием, с оружием, то есть дошел до главного здания ФСБ, а где а где пардон, вот эти вот агенты, да, вот их резиденты, где оперативники ФСБ, которые в момент, когда человек купил это или где-нибудь взял оружие, должны были накрыть его в квартире. Да, объяснение, конечно, тут Новый год, отпуска, но не до такой же степени, аж твою же мать. Не думайте, что вот тут вот мне, что я злорацию над чекистами. Мне по-человечески жалко тех, кто убил стрелок, но мы должны разобраться в деталях случившегося, чтобы вот такого не повторялось. Тут и еще одно. Вместо того, чтобы обычным людям позволить уйти с площади на Лубянке, дабы, чтобы они не попали под огонь, чекисты их заперли в ближайшем кафе и вынудили там три часа сидеть. Это все называлось опросом свидетелей. Опрос свидетелей очень важен, но не в ситуации, когда непосредственная угроза и безопасность стоит простых граждан. И вместо того, чтобы позволить этим самым гражданам эвакуироваться с площади, где идет стрельба, чекисты их, наоборот, задержали именно там. А если бы у стрелка была бы бомба, граната, и он бы швырнул в то кафе, а? ФСБшники вновь подтвердили свой статус кровавой гэбни. Хорошо, хоть у стрелка не было гранаты. Ну, и после этого инцидента чекисты, конечно, обрестались по полнейшей. Была введена спецоперация крепость. И это где из-за стрельбы одного, вот подчеркиваю, да, не группы, а одного человека, на Лубянке всем чекистам выдали оружие, ну, это понятно, но самое главное, что они должны были прибыть к себе на работу. То есть, вот, стреляет человек на Лубянке, и на Дальнем Востоке оперативный состав был поднят по тревоге. И причем оперативный состав в Владивостоке не перебрасывался в Москву, нет, он оставался там, и охранял здание ФСБ. Вот, что такое план крепости. Ну, это полный идиотизм, моразм. Еще раз повторю, есть специальная служба, из госбюджета выделяют на нее деньги, называется Федеральная служба охраны. Она бывшая девятая управление этой гибни вонючей. И что, она просрала? Почему она не охраняет главные правительственные здания, в том числе здания ФСБ на Лубянке? У меня нет ответа на этот вопрос. Нет ответа у руководителей ФСБ на этот вопрос. Наверное. Спецслужбы не должны вась-вась между собой. Они должны друг друга охранять. А больше они должны нас охранять, простых граждан. А тут получается они ободристались, вызвали ОМОН. Тот грохнул этого самого стрелка. И никакой работы ФСБ здесь нет. ФСБ здесь как объект нападения. Вот что обидно должно быть чекистам. Ну и конечно же у меня вопрос почему тренированные бойцы? ну понятно там группа Альфы не была рядышком. Группа Вымпел была где-нибудь там допустим на задании. Хорошо. Но почему остальные ФСБшники не могли обезвредить стрелка? А неужели их этому не обучают? Полный тотальный непрофессионализм. Но нашли ФСБ Козлов отпущения в своих рядах. За все это виновными оказались сотрудники отдела П экономической безопасности которые стали вести как дети малые и снимать вместо того чтобы обезвредить стрелка снимать видео о расстрелях на лубенке и выкладывать их в социальные сети. Оказывается надо было отключать смартфоны во время спецопераций. Вообще в идеале сотрудникам ФСБ не надо их вообще использовать. А тут знаете ЦРУ с СБУ не дремлят. А отдел П не только использовал смартфоны он выдавал оперативную информацию прямиком в сеть. Это же вообще это спецслужба России а это главная спецслужба России то есть в чем преступление да я не говорю о том что смартфон например легко там он производится не в России а значит там может стоять прослушка я даже об этом не говорю то есть сотрудники ФСБ снимали видео о стрелке вместо того они же сотрудники ФСБ они должны его сами обезвредить такова их профессия нет они стали снимать на смартфоны этого самого стрелка который палит по их зданиям на Лубянке это вообще ни в какую рамку не лезет вот поэтому их уволили тут правильно сделали но блин жуткий непрофессионализм жуткий ну хорошо да просрали этого самого стрелка террористическую ячейку и прочее но вы идите сами ФСБ показайте пример другим силовикам вы идите сами обезвредите этого стрелка а тут нет вызвали полицаев и все что у нас теперь ФСБ у нас теперь ФСБ не хочет подставляться под пули террористов и прочее вот так вот в России позор центрального управления конечно же что у нас там о 30 минут 30 минут идет видео ученые объяснили дальше тем ученые объяснили почему климат в России теплеет быстрее всех в мире сначала смеялись сначала смеялись над глобальным потеплением каюся я тоже над тем что запад настолько прогнил что почему-то отказываться от электростанций атомных станций ставят в это реки и солнечные батареи на крыше домов в то время как Россия наращивает добычу нефти и газа потом смеялись над электрокарами дескать ну что за машина вот наши-то бензиновые кони на 72-м бензине самые быстрые и надежные потом и вовсе расисты пошли рассказывать похабные анекдоты про активистку зеленых Грету Тумбер причем делали это как патриоты так и либералы а теперь вот оно что Михалыч запад был прав глобальное потепление вот оно вместо снега в Москве на Рождество дождь наша страна теплить в три раза в три раза быстрее чем остальная планета кто-то скажет ну Денчик хорошо же у нас будет под Москвой своя Калифорния где зимой не холодно летом не жарко но все дело в том что две трети территории России находятся в вечной мерзлоте и если эта мерзлота которая была веками растает то неизвестно какие вирусы вырваться наружу уже по России идет похабный вирус против которого бессильный ученый а именно новый штамп гриппа и даже я заболел и мой отец заболел и даже сосед не по квартире а по дому заболел все заболели и даже Матве Юрьевич Гонопольский в Киеве и тот заболел а вы все вам хихоньки хахоньки про Грету Тумберг а Грета Тумберг оказалась была права не говоря уж про всемирный потоп который уже был не так давно ну если ледина растает вы понимаете к тому же один из эффектов глобального потепления в России то что в России теплеет в три раза больше чем в мире могут быть разные скачки температуры причем не обязательно вверх но и вниз так в Краснодарском крае может быть до минус тридцати пяти и и это все будет глобальное потепление его так называемый адаптивный период стоит ли говорить что в этом случае урожая не будет а в российских городах вновь как в двадцатые годы двадцатого века вспыхнет голод который уже несколько раз был за историю России вот это все эффекты того что вы насмехались над Гретой тут есть отмазка обоснования точнее гидромедцентра что так как площадь суши превышает площадь водной поверхности и разогревает ее океан и этот океан якобы влияет на Россию господа климатологи все это полнейшая ваша чушь вот дальше я не согласен с учеными да я согласен что Россия что в России теплеет в три раза больше чем в остальном мире но это происходит по другим причинам у нас огромные атомные электростанции водные хранилища фабрики космические запуски которые выбрасывают в атмосферу вредные вещества плюс к этому у нас сокращается лес его нагло вырубают и вот поэтому-то в России нагревается больше чем в остальном мире и скоро России придется песец но климатологи уверены что это вот там океан понятно да тихий почему потому что на другом стороне тихого океана есть что Аляска а там что подлые американцы проводят опыт на своем объекте ХАРП и таким образом в глазах Путина и Рашиста вновь виноваты США в глобальном потеплении внутри России причем тут надо добавить в экс глобальном потеплении не в экс а точнее так в гипер вот в гипер глобальном потеплении в России чем в остальном мире но ученые хотят они получать деньги из Кремля и они хотят вновь приложить всю ответственность на США прям как Иран когда заявил что да российской ракетой мы сбили украинский бой но виноваты во всем США конечно во всем виноваты США а никто лес в тайге не рубит и щепки не летят болота не отсушаются да все это делает власть Путина и единой России угрожая миру человечеству и самой России и теперь вновь по международной проблематике протестующие в Абхазии потребовали объявить дату новых неочередных выборов Абхазы водолазы так вот вернемся к международной проблематике протестующие в Абхазии потребовали объявить дату новых выборов нескучно отмечали новый год и в Абхазии Абхазы подлые водолазы намерены сместить своего президента политический кризис в Абхазии тремительно набирает вес в Сухуми произошел произошли мощные и по-кавказски грозные акции протеста их их участники сделали то что не смогли сделать митингующие в Москве летом прошлого года а именно взяли штурмом администрацию президента и это должны были сделать и москвичи но к сожалению не вышло президента штурмом взяли администрацию президента Абхазии Хаджамба Рауля Хаджамба который также в 2014 году пришел руководить республикой на волне протестов протестующие требуют отставки Рауля Хаджамбы и не намерены покидать здание администрации президента Хаджамбы пока он не уйдет в отставку Хаджамба объявил о досрочных выборах в марте но оппозиция хочет этих самых досрочных выборов сейчас но протестующие отказались от этого и хотят час досрочной отставки Рауля сыр Бор разгорелся еще в прошлом году в 2019 когда на президентских выборах в Абхазии Рауль Хаджамба подтасовал результаты и выиграл президентские выборы с минимальным результатом а потом зачем-то непонятно зачем но все-таки приказал своему охраннику убить оппонента Хаджамбы но еще конечно при первом сроке Хаджамба в Абхазии была запредельная как в России коррупция и сам Рауль не решал социальные проблемы своих граждан к нему люди относились да и сейчас относятся не как президенту своей страны а как наместнику Кремля который гробит Абхазию на Абхазской земле и не более того вообще Кремлю стоило бы включить Абхазию в состав Российской Федерации и распространить там российские законы с тем чтобы не было такого бардака как есть в Абхазии но зачем рука руку моет гораздо приятнее выделять средства из госбюджета России на помощь Абхазии чтобы эти деньги разворовывать это называется бассейн Кремлю не удается стабилизировать ситуацию в Абхазии а Грузия бы с этим справилась бы но Грузия проиграла войну с Абхазией даже уже парламент Абхазии рекомендовал президенту своей страны Хаджимпе покинуть свой пост но Рауль упирается за ним стоит Москва и пока за ним стоит Москва Рауль конечно же имеет поддержку в виде силовиков он хочет втянуть Россию в меж абхазские разборки я напоминаю что там после событий 2008 года есть российская военная база которая может как и защитить президента Хаджимпу так и свернуть его в этой ситуации непонятно другое почему прекрасно зная что честь для кавказца дороже жизни Рауль пошел на подтасопку выборов беря неправильный пример с Россией поэтому за ним видно и Москва конечно но все таки он что не понимал что абхазские водолазы ему за это отомстят а они сейчас на ваших экранах он Рауль Хаджимпа заботился только о своей власти его власть ослепила и он за это рано или поздно поплатится перед своим городом кавказским народом таков закон гор ну а грузина откровенно злорадствует на тему политического кризиса в Абхазии и неудать московских наместников в этой земле ну и Хаджимба провел встречу с сынком Патрушева да Патрушев это бывший директор ФСП сейчас руководит Советом Безопасности Российской Федерации и у него один сынок возглавляет Минсельхоз а другой сынок как раз за его совместитель то есть еще и династию имеет и вот рука руку моет Хаджимба скоррумпирован Патрушевым но Абхазы это знают и ворвались в администрацию президента и не покинут его пока Рауль не уйдет в отставку кто будет руководить Абхазии пока неизвестно но скорее всего к Абхазским делам в ближайших передач мы еще вернемся сколько времени прошло 44 минуты прошло а я думал будет больше давно пора Польша хочет принять закон против российской трактовки истории Польша хочет запретить России трактовать свою историю государства с российской точки зрения борьба против российской лжи Бердислав свои результаты надо ее вести постоянно и упорно написала вице-спикер Сейма Кидава-Блонска давая пример Украине это ж Польши неспроста а это все происходит на фоне заявлений Путина который назвал посла Польши в Германии Юзова Липовского сволочью цитата и свиней да и вообще Путин в последнее время предпочитает не решать проблемы россиян а вести лекции на тему истории я серьезно посмотрите на последнюю встречу Путина с главами СНГ там только и шли разговоры о 30-х годах 20-го века причем понятно кого явно не Лукашенко и не президента Молдавии Додона а раз Путин ударился в маразм и опустился до скотско-бодлядского языка ленинградской подворотни так еще и учат неправильные истории то самое время объявить нашу постоянную рубрику которую остыли Алексея Пушкова по страницам истории и самое время напомню что тогда происходило в Польше в 1939 году Патриоты и Путин ссылаются на ноту советского правительства от 17 сентября 1939 года где сказано что так как польское государство в ходе немецкой интервенции перестало существовать а сама Польша осталась без руководства советское правительство отдало распоряжение Красной Армии перейти границу с Польшей и взяли под контроль жизнь и имущество населения западной Украины и Белоруссии которое потом правда досталось Германии но это уже чуть другая история то есть на момент вступления Красной Армии в Польшу 17 сентября 1939 года самой Польши уже не было но это не совсем так и далеко не так кроме того миф о том что СССР помогал Польше рушиться об заявлениях самого Сталина от 7 сентября 1939 года вот его цитата уничтожение этого государства тире Польши а начало бы одним фашистским государством меньше в результате разгона Польши мы то есть СССР рассчитываем продлить социалистическую модель на новые территории и население конец цитаты где правильно в Польше и после этого патриоты России нам говорят что СССР не оккупант так еще какой оккупант в 1939 году по новому 1939 года по всем признакам а теперь вернемся к мифу о том что польское правительство бежало и СССР было вынуждено войти на территорию Польши так как там было гулять поле вовсе нет Красной армии поляки оказывали активное сопротивление польские ополченцы в таких городах как Вильна Гродно Торнополь Навруз в деревне Боровиче и возле Ковеля заметили что да что про эти географические названия Путин на своей лекции исторический с главами СНГ умолчал а выдачу доказательства того что СССР в Польше не мир хотел построить а свой оккупационный режим газета правда от 14 сентября 1939 года где говорилось что цитата польское государство уничтожает на своей территории белорусов и украинцев более того сам фюрер Гитлер отдал приказ об отступлении немецких войск дабы дать в Польше пошурудить советским войскам войскам Красной Армии которые шли как ком по Польше а потом сами советы пригласили к дележу польской территории сам Третий Рейх тогда еще было неясно чем все дело закончилось это мы сейчас знаем что дело закончилось в Великой Отечественной войне с Германией но тогда Третий Рейх был союзником СССР в деле разгрома дальше цитата из газеты правда польской сволочи как вам нравится кто оккупант и кто агрессор вопрос советские войска на территорию Польши грабили местное население забирали у них часы с кукушкой тогда кукушка мало у кого была в Красной Армии и так что Польша смело может требовать от России соблюдать нормы истории а самой России пора понять что нет ничего героического в пакте Молотова и Дентропа и в советском походе на Польшу Финляндию и Прибалтику если бы этого не случилось не случилось бы и Великой Отечественной войны с ее узашающими потерями с 30 миллионами жертв самого Советского Союза тут не гордиться надо а рыдать и плакать кроме этого выискивание врагов в истории и обзывательство властей соседнего государства сволочью это все попахивает фашизмом внутри самой России а он есть ибо главный критерий фашизма это как раз ненависть к истории другого государства в частности ненависть к истории государства Польши и скоро если вот вы осмелитесь не согласиться с трактовкой истории Путина вас закроет на 15 лет за экстреби да какой законопроект Вячеслав Володин сказал что Госдума в весенней сессии примет одной из первых так что история подвергается гонениям путинского режима и вы должны встать и украинцы и российские либералы на защиту правдивой истории где все в том числе и СССР были виноваты в развязании второй мировой войны хоть и СССР является главной ее жертвой и это тоже бесспорно ну и бесспорно то что Польша живет лучше чем Россия в России только Санкт-Петербург и Москва живут лучше а вы были в Польше там в самой захудалом городе новенькие бегают трамваи а они старые татры чехословацкого завода как в многих городах России сколько там времени 53 53 да что-то у меня еще голова попаливает после новогодних признаков идем дальше после новогодних признаков да новогодние признаки это кирлянды что там еще шарики и жратва россиянам готовят эпоху дорогой мобильной связи все дорожает с того года и ЖКХ и мобильная связь аж на 18% это вам россияне расплата за строительство шедеветки крымского моста вот так и радовались прям как дети а теперь с вас будут стыть на 20% больше за сотовую связь в России сразу два мобильных оператора с января повысили стоимость архивных тарифов но эксперты уверены что другие компании также повысят цены на связь в ближайшее время в мегафоне объяснили удорожание связи ростом потребления услуг абонентами но это все честно говоря хилая отмазка которую не скрыть за маской закон рынка гласит чем больше у тебя клиентов чем меньше у тебя цены так как у тебя больше клиентов а тут у мегафона наоборот а значит причина не в том что мегафон стал более популярным за январь мегафон просто наврал в сми гораздо честнее поступили билайн который четко и ясно заявил что вынужден поднять тарифы из-за затрат на реализацию дополнительных расходов так называемого пакета яровой депутата ирина яровая отборная сволочь и мразь я не поменял своего мнения о ней с 2016 года эта депутатша дебилка сама призналась что свои пакет была вынуждена принять под давлением МВД и спецслужб напомню что такое пакет яровой во первых это повышение сроков уголовных для оппозиции по ряду уголовных статей введение запретов на въезд и выезд некоторых россиян из страны как это было при тоталитарном совке повышение сроков как раз хранения мобильными операторами связи информации допуск к переписке граждан без суда и следствия следователей без санкций суда по сути депутат Яровая дала толчок своим законодательством нескольким громким уголовным делам в частности делу Егора Жукова делу нового величия и другим делам за лайки или посты в соцсетях это ведь с этой сволочи Яровой началось делу Голунова и Егора Жукова и причем и причем делам которые кремели на всю Россию после принятия закона Яровой кроме того эта самая депутатша которая избралась в 2016 году от Дальнего Востока в Госдуму она гробила угробила свой Дальний Восток настолько что там закрываются предприятия ими тупорылыми действиями но это что касается уголовных дел теперь Ирина Анатольевна душит граждан свои граждан своей страны экономически в 2020 году цена на мобильную связь повысится на 10-11% а потом и на все 20-20% в 2021 Яровая решила угробить рынок мобильной связи как она угробила телевидение приняв закон о рекламе НТВ которая ограничивает телекомпании по заключению договоров с продавцами рекламы не более 30% это все для вас бла-бла-бла но именно из-за этого телевидение не стало производить принципиально новые телешоу и принципиально качественные сериалы в результате чего телевидение сейчас никто не смотрит а лишь слушают интернет и смотрит то же самое благодаря деятельности Яровой будет и с мобильной связью Яровая ее угробит и она уже начала эту угробить связь связь будет дорожать а россиян постепенно тайно или открыто перейдут на какой-нибудь спутниковый интернет на радиосвязь и на другие средства коммуникации а вот средства мобильной связи никто пользоваться из-за их дороговизны не будет такой прогноз на ближайшее будущее такие люди как Яровая принесли вред нашему государству самые хитрожопые оказались в МТС они не повысили цену на тариф но они повышат цену на дополнительные услуги увеличат стоимость роуминга плату за подключение гудка и ведут плату за уведомление о пропущенных звонках владельцу смартфона за связь в России будет выплачивать косарь то есть 1000 рублей вместо 500 как сейчас и это без учета инфляции а потом еще Путин запретил выделять частоты в России для использования спутникового интернета догадайтесь почему правильно чтобы не было конкурентов МТС Билайну и Мегафону стиле 2 и они смогли бы спокойно поднять цену сотовой связи в России и таким образом власть убивает двух зайцев одним махом не только получает двойную прибыль сотовых компаний но и вынуждает россиян от меньше потреблять контента то есть меньше смотреть правду матку в интернете про власть наказывая россиян за это чисто финансово то есть рублем и в этом вся суть повышения тарифов чтобы россияне сами отказывались от услуг мобильной связи в том числе интернета который как говорила одна бабулька нахер никому в России не нужен ну и кстати чуть-чуть вернемся к теме насчет Польши тут мой отец обещал взорвать ваш Краков да так что россияне будут взрывать Краков бойтесь Польши охраняйте особо Краков в новом году продолжаются русско-белорусские разборки на сколько же минут я наговорил ох уже на целый час на мы продошим так как это типа киселевщина да соловьевщина в новом году продолжаются русско-белорусские разборки на кону так никак суверенитет и независимость Белоруссии от России и возможность существования Минского автономного округа в составе Российской Федерации на сей раз причина разборок в союзном государстве стала нефть Россия и Беларусь не смогли договориться о поставках нефти российские компании не отгружают нефть белорусам демонстрируя свою августность сам батя сказал что коварная Россия хочет чтобы Беларусь покупала нефть у России гораздо дороже чем в мире но эти заявления недалеки от истины поэтому ради безопасности и стабильности а также энергонезависимости Беларуси от России Лукашенко отказался от российской нефти прекрасно понимает что деньги от российской нефти Россия потратит на спонсирование белорусской оппозиции и госпереворота в Беларуси в 2024 году об этом уже известно о таких планах России в СБУ и ЦРУ чтобы не было энергетического коллапса в Беларуси на что рассчитывает Москва Беларусь хочет договориться с Казахстаном о транспортировке их нефти в свою республику такая сделка уже одобрена властями Казахстана ибо и Казахстан с Беларусь глядя на Грузию Молдову и Украину не хочет такого же сценария а именно а именно российского солдат а именно российского сапога солдата на своей территории вот и отказывается от российской нефти и я там не пизду а правду говорю опять мой отец проснулся бухой пьяный вот и отказывается от российской нефти и газа что надо сделать и Германии а то мало ли ГДР и Берлинская стена вместе с группой советских войск Германии может возродиться и вернуться на их территорию Путин постоянно кричит что российский газ и нефть это гарантия энергонезависимости стран Восточной Европы от американского СПГ но это гарантия зависимости от России и Беларусь хочет от этого избавиться ей в этом поможет я уверен братский казахский народ то есть Казахстан две эти нации сплотили общая угроза Россия а вот как же уговаривает Россия поступать Беларусь покупать Беларусь их нефть и газ а очень просто эй Беларусь наши деды и прадеды в окопах в Великой Отечественной войну вместе воевали так что давай плати в три дорого за газ и за нефть вот поэтому Россия ничего и не набьется от Беларуси потому что она мыслит категориями Великой Отечественной войны а белорусицы мыслят уже с современностью и готовы и пойдут на сделки не только с Казахстаном но и с Литвой и с главным врагом России Украине а Лукашенко заявил что в России идет полная деградация науки и культуры что полнейшая правда вы посмотрите на белорусское и российское сего тут есть и еще личный конфликт Лукашенко с Медведевом Медведев опустил Лукашенко в прямом и переносном смысле и Лукашенко затаил злобу на Дмитрия Анатольевича они поссорились и поэтому Лукашенко в ближайшее время встретится с госсекретарем США Майком Помпело так что никакой никакие так что Белоруссии слушай он какой мой отец пидарас это вообще ужас так что никакие Белоруссии белокованные русне так что Белоруссии кровавая русня не братья а враги причем Белорусь от слова бела она на стороне света а черная Русь то есть Россия на стороне зла и гонит из-под неба земли свое топливо я бы даже сказал сатанинское топливо в Белоруссии вот Лукашенко этому положит конец встречаться с Майком Пампео а мы все помним он откуда прошел на пост госсекретаря из ЦРУ и наконец-то этим всем ФСБшным блядем будет ой-ой-ой и Лукашенко положит им конец как он положил конец нашей сегодняшней передаче несмотря на противодействие моего отца мне все-таки удалось провести эту передачу а он поедет взрывать Краков скоро так что берегитесь поляки я вас предупредил всего доброго пока